Факультет ненужных вещей. Научные беседы, книги, открытия. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это Факультет ненужных вещей. Я Пётр Олешковский в студии. И напротив меня сидит Дмитрий Валентинович Микульский. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Валентинович, доктор исторических наук. И главный научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук. Арабист, исламовед. И, собственно, в связи с вашей прямой специальностью, я вас и позвал сюда к нам. Спасибо. Спасибо вам. Потому что недавно вышла книжка. Мы иногда привязываемся к книгам, чтобы наши слушатели могли прочитать её. Вот такого, по-моему, американского мусульманина и историка, историка своей культуры, знатока Корана, резы Аслана. Называется она «Нет Бога, кроме Бога». Это начало шахады, начало как бы символа веры в аславском мире. И вот то, что произносит человек, когда хочет стать мусульманином, мы все это видели в кино, и все об этом знают. И эта книга, на мой взгляд, очень хорошая, очень ёмкая, интересная. Она, по сути, это такая краткая история ислама с начала его возникновения до нынешнего дня. При этом Реза Аслан такой убеждённый сторонник того, что ислам должен трансформироваться, не меняться, не ломаться, а именно трансформироваться. То есть как-то подстраиваться под нужды современного мира, как это делают другие религии, более быстро или менее быстро, в зависимости от того, какие это религии, но тем не менее. И мне кажется, что очень важно поговорить с нашими радиослушателями о том, как вообще это зарождалось. Кто такой пророк Мухаммад, к которому не иначе, когда будет благословен на имя его, обращаются верующие мусульмане, обязательно добавляют. Благословить Бога Аллах и приветствовать. Да. Но различные существуют версии перевода этой фразы. Но непременно верующий мусульманин, произнося имя пророка, должен сопроводить её вот таким восхвалением. Да, да. При этом совершенно понятно, что пророк – это живой человек. Конечно. При этом не просто понятно, а это исторически зафиксировано, что это не выдуманная личность, потому что у пророка были жёны, у пророка были друзья, коллеги, соратники. Дети были, дети у него были, да. Были девочки, дочки. Мальчики тоже были, но умерли. Они умерли. Они умерли, да. Он не дал потом, прямого потомства нет. Да. Но есть потомство по его племяннику Али, и тут тоже целая история, связанная с этим. Да, уж это целая история. И сегодня кровь пророка, все, кто связан каким-то образом, расписана в иславском мире очень чётко, известно, какое колено. Да, но таких людей, надо сказать, очень много. Да, именно. Они образуют целые сословия. Да, да. Вот. И во многих мусульманских странах они, потомки пророка, играют видную общественную роль или даже политическую, составляют основу современной интеллигенции. Например, в Ираке, вот потомки пророка по линии Али и Фатимы, и потомки имамов, соответственно, шиитских, то есть предстоятелей шиитской мусульманской общины, они очень видные люди. Как правило, например, личный переводчик покойного Саддама Хусейна, вот он именно к таковым принадлежал. Понятно. Вот, мы были с ним знакомы, тоже он недавно умер у нас, вот, своей смертью и так далее. Понятно. Я вам даже больше скажу, во мне есть кровь. Али по простой причине, потому что моя прабабушка боковым образом соотносится с героями, а герои, потомки, значит, Али и Чингисхана. Ну, понятно. Ну, вы имеете права на Крымский престол, вот, ну, имеете права. Прав никаких я не имею. Я хочу, Господи. Вот, просто разговор о том, что вот есть ДНК в мире, ДНК Чингисхана и ДНК пророка, которые невероятно расплодились. Поэтому это что-то значит и не значит ничего. Ну, мы все дети Адамы. Да, 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 да. Теперь давайте все-таки о пророке. Что это такое? Время и место. Да. Ну, место рождения пророка город Мекка, главный торговый центр Аравийского полуострова, о котором, наверное, впервые в античной литературе упоминает великий географ Птолемей. Называет ее Мако-Руба. Вот, транзитный город, через который проходили караваны с юга из Йемена на север, из севера из Римской империи на юг. Ну, одним из основных предметов торговли были, видимо, благовония, хотя, конечно, американцы торговали всем на свете, и очень многие на этом богатели, наживались в хорошем смысле этого слова, потому что, между прочим, в исламе считается, что торговля это один из самых лучших, почетных способов зарабатывания себе на жизнь. Вот, про Мекку скажу немножко, когда она возникла, неизвестно когда, но, видимо, тогда, когда там упал с неба черный метеорит, так называемый черный камень, который тоже стали почитать, стали ему поклоняться, еще бы не поклоняться, он большой, один из самых больших, по-моему, метеоритных камней-то, и с неба упал. Вот, ну, и возникло святилище такое довольно примитивное первоначально, которое называл Ласкааба. Что значит куб просто? Куб, да, квадратное место. Вот, таких Кааб, между прочим, на Аравийском полуострове было довольно много, то есть, вот, каждое более или менее сильное племя имело свое святилище, огораживало его квадратной, там, или прямоугольной какой-то вот такой изгородью обычной из камней. Вот такие изгороди со святилищем и назывались Каабами. Ну, и где святилище, там и торговля. Это понятно. Почему нет, да. Ну, а сам-то пророк родился уже, когда город приобрел весьма зрелые черты, довольно большой был, родился он около 570 года. Вот считается, что это был так называемый год слона, потому что в этот год... Был набег. Да, поход был целый. Еменицкий. Из Йемена, понимаете, эфиопский правитель Йемена туда, Кааби, к Мекке подошел, якобы для того, чтобы ее уничтожить. На самом деле, никто не знает зачем, но, скорее всего, он просто хотел контролировать торговые пути. Ну, а потом, по одной версии, птицы налетели такие, с камнями стали, камнями забрасывали. Ласточки забрасывали, да. Погибли. По другой версии, их чума поразила. В общем, кто остался в живых, тот убежал. То есть было божественное вмешательство, чудесное. Чудо было. Но само явление слона, оно настолько поразило, он, видимо, из Эфиопии его переправили, настолько всех поразило, что этот год стали называть годом слона. И вот считается, что и будущий пророк Мухаммед и родился в этот самый год. Хорошо. Давайте, поскольку нам нужно обсудить много, как бы немножко перелеснем, скажем, что мальчик родился в очень таком благополучном роде. Да. У него была очень знатная кровь по кочевническим понятиям, хотя они уже были не кочевники, а они именно жили в городе. В городе, в котором была вода, что очень важно. Надо понимать, что в округе воды на многие мили нет. И мальчик был очень благочестив, и он сослужал своим родственникам в Каабе. И был замечен всеми, как мальчик, который странным образом не бегает, не играет там с Вайко или в какую-нибудь игру. Ну, на самом деле, имеется сообщение о том, что он и играл, и был подвижный ребенок, и все на свете. Но он был ребенок целомудренный, вот рассказывают, что однажды дети играли, и все были без набедренных повязок. Он тоже хотел снять набедренную повязку, но услышал с неба глаз, оставайся в набедренной своей повязке, и он таковым и остался. Его все очень любили, потому что он был парень такой честный, его и прозвали честный, надежный по-арабски Аль-Амин. А еще, когда он был совсем маленький, и был у кормилицы своей в одном из племен, ему было годика три, а может и поменьше. Да, там было чудо. Да, там явились некие существа, ему грудь разрезали. А ангелов скрыли грудь и положили туда снег. Да. Потому что снег для кочевников в пустыне, мы можем понять, что это круче мороженого. Конечно, но там были случаи, когда фиксируются, когда снег выпадал, тем не менее. Конечно, конечно, они знали, что это такое, но некоторые не видели никогда. И вот ему омыли сердце и вытащили из сердца все черное и грязное. Конечно. По средневековым понятиям кровь бывает грязная, бывает чистая, ее надо выпускать ланцетом и так далее. И вот этот мальчик жил себе, не тужил, стал торговцем, но он много не зарабатывал, потому что у него не было своих денег. Вы знаете, надо сказать, что... Он был при дяде. Да, он был при своем дяде, Абуталибе. Первоначально дядя-то преуспевал, а потом дела у него не так хорошо пошли. А уж будущему пророку-то было лет 14, а родители умерли. Кормиться-то надо было как-то. Вот он даже нанимался, знаете, в пастухи, в подъемчике, подрабатывал каждую копейку в дом. И тоже, наверное, это ценилось. Ну да, 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 да. Понятно, что он был на виду, поскольку, ну, сколько могло жить людей в Мекке того времени? Наверное, тысяч 30 от силы, и то много. Я думаю, меньше, я думаю, меньше гораздо. А если меньше, то понятно, что практически каждый знает каждого. А уж мальчика из рода Абуталиба знают все, потому что дядя очень влиятельный человек. И дядя связан с Каабом, и дед. Они связаны с... Были связаны с... Они надсмотрщики за... Ну, слушители, слушители, слушители Каабы. Да, 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 слушители Каабы. Ну вот. По-арабски это называется саданутоль бейт. Да, бейт это дом, да. Да, 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 да. И вот он много исходил с караванами. Мальчику удивительно повезло, он понял окружение, географию вокруг. Он был в Византии, он, видимо, был в Иерусалиме или где-то... Ну, про Иерусалим ничего не сообщается в его джитии, про Дамаск говорится. В Дамаске он был, да. В Босри, в городе Босри, вот знаменитом, где огромный амфитеатр сохранился, из базальта сделан, третьего века нашей эры, очень величественной. Мне там довелось побывать давным-давно. Это одно из моих в жизни впечатлений самых сильных. И вот там, в Босри, там их, всю его семью, его сотоварищей принял один монах по имени Бахира. Вот этому монаху было известие божественное, что придет к нему пророк. Ну, и в образе... Монах какого... Но, по всей видимости, нестарианин, по всей видимости. Да-да, монах-христианин имеется в виду. Христианин, конечно, да. И вот было ему такое известие, когда прибыли караванчики, он их пригласил себе в гости на обед, а они этого Мухаммада не взяли, он был молотый, оставили его стеречь верблюда. Да, и Бахира сказал, что пророка здесь нет, поищите еще. Да, и вот они его привели. Значит, вот понятно, что любая история любого такого человека, она обрастает предсказаниями различными и так далее, и так далее. Короче, Мухаммад женился на своей единственной, любимой и важной жене. По имени Хадиджа. Хадиджа, которая уготована в раю отдельное место в жемчужине полной, здоровенной, грандиозной, как, видимо, дом. Как он заявил и сказал, ему было видение. И с ней дела начинают идти на лад, и она понимает, что молодой человек очень религиозен. Ему надо уединяться, ему нужно молиться отдельно. И она старше его значительно, женщина, вот этого молодого человека, видимо, глубоко любила. И он ее очень любил. Да, они друг друга любили. Это была явная любовь, и она создает ему все условия, причем она не обычная женщина, она женщина с деньгами, с властью, с уважением общества. Она не подчиненная женщина. Ну, давай осталась. Но, тем не менее, она ведет себя совершенно на особицу. Она умная женщина. Да. И она создает ему все условия для того, чтобы... Ну, должен сказать, что вообще существуют разные точки зрения по поводу их разницы в возрасте. Она его была однозначно старше. Другое дело, насколько. Вот известный наш исследователь Большаков, профессор Большаков, он считает, что она не очень была его старше. Ну, лет на пять, на шесть. Всего-то навсего. Ну, для мусульманского мира это удивительно, скажем так. Это необычно. Обычно разница большая наоборот. Ну, как правило, да. Как правило. Как правило. Короче, и тут случается невероятное. Мухаммад заговорил. Не заговорил, вернее, а ему явился глаз, и он невероятно испугался. Он прибежал к Хадидже, он плакал, он был в полной истерике, он не понимал, что делать. И она его убедила, что ты не спеши, ты разберешься. Если ты иблис, то есть черт, то ты хорошо поймешь. А вот если это бог или божественные послания к ангел, тебе тогда деваться некуда. Ты выбран, избран. Так и случилось. И так начинает рождаться Коран. Да. Начинает рождаться Коран, и дальше целый ряд противостояний, удивительных совершенно. Но этот слабый, впадающий иногда в такие трансы или даже припадки, поэт, который поначалу говорит стихами, а первые суры Корана, видимо, поэтические. Вы знаете, я должен сказать тут две вещи. Во-первых, знаете, с ним это случилось, что стало приходить к нему божественное вдохновение, к Мухаммаду, к пророку Мухаммаду. Ну, когда он уже был человеком зрелым, ему было 40 лет. Да, да. Вот. У него были дети, он был отец семейства, и во всех отношениях он был жизнью, как говорится, искушенным. Ну, вот такое случилось. Да. Ну, что с этим не попишешь. Второе. Мухаммад себя принципиально всегда противоставлял поэтам. Он всегда говорил, я не поэт. Да, это понятно. Хотя сохранились стихи, которые он сочинил. Ну, отдельные стихотворные строки. Ну, какой араб не сочинял стихи-то в те времена всякие сочинял. Нет, надо понять, что поэзия в арабском мире – это божественное дело. Ну, а пятники... Вместе с тем, все знают, что поэты очень своенравны. Да. И были поэты в то время, которые были острословые, были поэты-сквернословцы, и ровно к ним не хотел причислять себя Мухаммад, потому что... Вы знаете, нужно сказать, что вообще согласно доисламскому воззрению на поэзию, поэты вдохновлялись джиннами. Ну, да. Джиннами. Да, да. Это дело опасное. Да, да. Это дело опасное. И сохранились предания, то есть сообщения о высказываниях пророка Мухаммада или его высказывания, передаваемые очевидцами, и потом зафиксированные, о том, что вообще это дело нечистое, и что они все, поэты, попадут в рай. Прошу прощения, в ад попадут, конечно. А что знаменосцам их, вот кто в ад идет, будет Имруль Кайс, знаменитый доисламский арабский поэт. Но потом появились поэты, которые служили пророку Мухаммаду, восхваляли ислам, и он как-то вот к ним, конечно, он относился лучше. Потеплел. Потеплел. И на сегодняшний день поэзия является божественным даром, и, например, я очень хорошо помню, что в советское время на улице города Пинжикента в Таджикистане главная улица была улица Лохути. Нам неизвестного поэта, но известного в Таджикистане, потому что он в молодости писал горячие любовные песни, а потом стал сотрудником интернационала. Да, но он на самом деле был иранец. Да, он был в Фарси, да, бежал в Таджикистан, спасаясь от преследования. А улицы Маркса и Энгельса были перпендикулярны главной улицы, они были рядом, сходились к центру, но это было не традиционно российское, где у нас был бы Маркс и Энгельс главной улицы, а там поэт Маяковский был бы перпендикулярен. Значит, ровно наоборот. Значит, поэтому поэзия – это особый дар, чтимый на Востоке, и недаром прозы практически в арабских странах нет. Сейчас появляется. Но она и в старину появилась, она была проза. Она была, была, да. Ну, понимаете, если мы будем рассматривать Коран, в особенности ранние его слои, ну, с точки зрения, так сказать, земной, с точки зрения традиций словесного искусства, то считается, что в этом отношении или с этой точки зрения он наиболее близок к прорицаниям кагинов, жрецов племенных. Ну, даже если мы примем и божественную точку зрения на происхождение мусульманского священного писания, то это вполне многое, вернее, я бы сказал, так объясняет. Потому что, ну, на что-то-то божественное писание должно быть похоже, чтобы быть понятным людям. Конечно, конечно. Оно же не может быть таким, что вот никто ничего не понимает, и вот откуда ни возьмись. Нет, мне важно донести до наших слушающих то, что речь пророка удивительно красива. Красиво. Я не могу это понять и ощутить соответственно, потому что поэзия труднопереводима, и перевод Корана, говорят, сделанный Крачковским очень точно. Он действительно сделан очень точно. Да, точно. Конечно. Но без традиционного понимания мне сложно, очень сложно читать его. Тем более, что это не Библия, которая рассказывает слой за слоем. Но есть там, скажем, книга Левит какая-нибудь, которая для меня совершенно не имеющая отношения к Библии, потому что это установки для жрецов. Есть такие куски, но в целом это роман. Конечно. Вот. Это то, из чего вырастает роман. Это повествовательная история. А мусульманское откровение подано совершенно в другом ключе. И это надо понимать, потому что вот напев Муэдзина, который, наверное, многие слышали, и крикличку Муэдзинов, если были в Иерусалиме, например, слышали. Да, это очень красиво. Ну и везде, да, везде. Ну нет, просто люди чаще бывают в Иерусалиме, чем, скажем, в Дамаске. Вот. Это очень красиво. Это очень большое умение. И это искусство, на самом деле. Конечно, конечно. Это учится. Да. Поэтому специально учатся и специально отбираются голоса. Так вот, Мухаммед понимал, как общаться с своей паствой, которая нарастала постепенно. Дальше против него восстало все окружение Мекки, понимая, что он набирает силу. Он убежал в Медину. Ну, они ушли. Да. Они ушли довольно организованно и постепенно. Но последними ушли они вдвоем с его любимым сподвижником Абу Бекром. Да, да, да. Львом Исламом. Да. Считается, что язычники-то хотели Мухаммеда убить, а на его постель лег Али, его племянник. Да. И посмотрели, перенек молодой еще лежит. Ну, чего с него взять-то? Да, да. Нет, в этой истории, надо сказать, кровь появляется после смерти Мухаммеда. Она есть, есть воины. Ну, и приежды тоже, конечно. Но, тем не менее, вот эти отношения, когда мальчик лежит, мы его не убьем. Хотя понятно, что это мальчик-племянник, и надо бы его убить. Там есть какие-то трогательные истории, удивительно показывающие, на самом деле, бережное отношение к жизни у мусульман. Ну, еще он не мусульман. Ну, не он, да. Даже у язычников, ну, и потомков кочевников. Конечно, просто так-то ведь зря кровь проливать нельзя, потому что это катастрофа, это приведет к кровавой миссии, к войне между племенами, упаси бог. Вот лучше уж скот похитить. Да, да, да. А человеку убить нельзя. Да. Нельзя. Тем более на этой священной территории, которая была вокруг Каабы, спокон веков. Так что вот произошло так, как оно произошло. И понятно, наверное, всем понятно, что главный посыл Мухаммада заключался в том, что бог один. Именно. И вот в этом смысле авраамические религии, поскольку Ибрахим, Авраам, праотец и арабов, и евреев, и в каком-то смысле и христиан. Ну, конечно, в конечном итоге, конечно. Новый завет связан, весь основывается на ветхом. И поначалу проповеди Мухаммада касались всех вот этих трех родственных религий. Да, позвольте мне сейчас сказать такую вещь. Буквально недавно была конференция в Москве, посвященная проблемам политики, борьбы за мир, за дружбу, содружество, укрепление содружества между последователями авраамических религий. Встал один оратор и сказал, да вознесем молитву за двух причистых праотцев пророка Мухаммада, Ибрагима и Исмаила. Конечно. То есть это все живет в мусульманской религии, об этом говорят верующие люди, вот видите, даже с кафедр как бы сугубо политических. Нет, и Исаай поминается, и Бен-Мариам, Иисус и Мария поминаются в Коране. Это был мир людей, которые выбирали новый путь. И вот новый путь арабский, это Мухаммад. Мухаммад, конечно, и созданы им учения. Да, и он создал учения. Ну, там можно много говорить, я очень люблю эту историю, она настолько любима всеми мусульманами, что они много и много говорят. И она действительно расцвечена вот всеми красками. Но важно понять вот что, что когда пророк умер, и уже умма, то есть сообщество верующих, община, в которой было деление на ансаров, тех, кто примкнул к нему и других. И мухаджиров, которые вместе с ним ушли из Мекки. Это его соплеменники, уверовавшие в него, ушедшие с ним. Вот, они, конечно, были выше других. То есть при Мухаммаде они были одинаковы. Мухаммад всячески старался, как доносят до нас предания, которые называются хадисы, он пытался как бы уравнять всех. Ну, кроме, может быть, Абу-Бакра или Али, которых он... Были, конечно, какие-то люди, которых он любил, как человек, это понятно, и которым он отдавал предпочтение по своей человеческой природе, что вполне естественно. Но, говоря о структурных, так сказать, элементах, образующих его общину, он всё время говорил о равенстве мусульман. Да. Недаром он говорил, что вы равны, как зубья гребня. Да. Вот. И самый лучший среди вас – это тот, кто самый благочестивый. Вот. То, что вот стремитесь к благочестию, будьте лучше других. Только и всего. В глазах Бога. Да, да, да. И понятно, что потом начинается делёжка власти, Али долгое время не допускают до первого места, следующим халифом становится Абу-Бакр, потом ещё два, и потом, наконец, Али, потом Али убивают. Но перед этим убили и предшественника Алия Османа, тоже очень трагические были события. Человек, он был старый, лично благочестивый, но родню свою распустил, мусульмане уже вооружённые, имевшие опыт войны против византийцев и против иранцев, собираются, начинают протестовать. Ну, и в конце концов, в результате одной провокации идут на шторм его дома, Али не вмешивается, и старика несчастного, неизвестно, кто в конечном этапе. По имени. Этот старик Осман им. Афан, в прошлом богатый купец, один из первых мусульман, дважды зять пророка, поэтому он носил почётное прозвание обладатель двух светил. Ну, а под конец жизни был слаб, уже стар, а родня-то молодая, он принадлежал клану Бануумея, к аммиядам, это исконные правители Мекки. Но поэтому те аммияды помоложе и похитрее, которые потом объявили себя мусульманами, они решили, что вот мы теперь доберёмся до пирога. Да, в общем, началась обычная история. К сожалению. Да, и началось триумфальное шествие ислама, масса земель и различных племён было подчинено, приобщено к исламской вере, возникло два течения шииты и суниты, потом появились разные ещё мелкие разночтения, типа алавитов, про которых сегодня... Алавитов — это всё-таки одно из ответвлений шиизма. Да, это так называемые крайние шииты, которые обожествляют и Али, и Хасана и Хусейна, и Мухаммада, и Адама, и вообще всех-всех на свете. Ну вот появились разночтения, но тем не менее, что важно понимать, сегодня мы все настроены, ну не мы все, но многие очень настроены против ислама, потому что кажется, что ислам несёт с собой прозритизм, разрушение и терроризм, потому что мы видим, как в сегодняшнем мире происходит противостояние в исламском мире. Но мы не понимаем, что противостояние-то разных лагерей внутри, как изначально. Ну это во-первых, и это противостояние, конечно, ну что ли, между маргинализированными некими группами мусульманских сообществ и обычными нормальными людьми. Вот эти вот маргинализированные группы, они испокон веков, увы, в исламе, ну это подобного рода сектантские направления, они существовали и в христианстве тоже. Вот, они считают всех остальных немусульманами, язычниками, неверующими, вот давайте мы их всех порежем, если они не признают наше учение единственно правильным. Там и иудеям, и христианам тоже заодно Кузькину мать похожем, хотя ислам, в принципе, признаёт и тех, и других людьми писания, людьми веры, людьми книги, да, людьми единицы. О чём говорил Мухаммад Мухаммад. Конечно, конечно, да. Но ведь понимаете, в чём дело, в таком, в каком-то смысле слова, в средневековом абсолютно сознании, мусульманство руководствуется законами шариата. Что это такое? И есть ли возможность как-то изменять это дело, пристраивать это к современности? Потому что вот те, кто не разбирается, кажется, что это просто глупость, отжившая, мёртвая и так далее. Упаси Бог, это не глупость, это образ жизни, но значительной части человечества. То есть, это образ жизни наших собратьев по этой самой планете Земля, да. Но шариат, в принципе, значит путь. Это божественный закон, который дан в божественном откровении в Коране. Но в какой-то мере источником шариата являются также и хадисы, предания о речениях и поступках пророка Мухаммада. Записанные в разное время. И впоследствии первоначально они устно бытовали, потом решили, что их нужно записывать, выбраковывать некоторые достоверные, другие недостоверные, свои критерии сложились и так далее и тому подобное. А потом вот уже... Как есть не вошедшие в Новый Завет Евангелие, что естественно. Конечно, и в Ветхий Завет тоже есть книги, не вошедшие, которые, так сказать, считаются небого вдохновенными и так далее и тому подобное. Но впоследствии уже на рубеже 7-8 веков появляются, собственно, богословские школы, которые начинают вырабатывать некие нормы на основе священных текстов и на основе хадисов. Но дело в том, что Мухаммад и в Коране часто говорит, так должно поступать, так не должно поступать, вот это нужно делать так-то. Это не закон, прописанный Адроя. Ну да, но жизнь-то была сложнее и нужно было учесть очень многие, если не все жизненные ситуации, в которых может оказаться мусульманин. И как ему родиться, и чем ему питаться, и как делать обрезание, и как молиться, и как жениться, и как разводиться, и чего делать с женами, и чего делать с наложницами. И наследство. И как делить наследство, и как вот он умрет, и как его это вот хоронить полагается, и омыть, и в саван завернуть, и как паломничество совершать, и так далее и тому подобное. И как власть организовывать. Все это было так или иначе зафиксировано. Запротоколировано. Запротоколировано, да. Но, знаете, жизнь-то менялась, и наступили такие времена, когда мусульмане поняли, что Европа-то их обгоняет и в политическом отношении, и в военно-техническом, и вот в медицинском, и так далее и тому подобное. Стали они еще на рубеже 17-18 веков в Османской империи менять свой закон, а уже в 19 веке их подавно. Ведь вот подобно тому, как Петр Великий уничтожил стрельцов, заменив регулярно солдатскими полками, вот в 1-3-19 веке в Османской империи подобного рода явления происходили. Так первоначальные солдатские полки, которые османские султаны образовали, они были вырезаны даже не янычарами, а просто горожанами благочестивыми, которые собрались и их всех перерезали. Зачем? А потому что они не по закону вооружены, не по закону одеты, что это такое за европейские вообще дела и так далее. Следующий султан, он более осторожно подошел. Он, во-первых, запасся фетвами, решениями богословов-фулемов о том, что это можно делать, что вот можно такие нововведения вводить. Во-вторых, он, говоря современным языком, провел программу по истреблению янычаров. То есть, заменив одних другими? Да, назначил Пашу, который их вот организовал резню. И вот и пожалуйста. Между прочим... Хорошее кардинальное решение вопроса. Ну, а что сделаешь? Между прочим... Давайте объясним это. Невозможно сказать, я хочу, чтобы солдаты заменили янычар. Невозможно сказать. Можно сказать, убейте янычар и поставьте по закону солдат. Да, вот янычар тоже может придумать какой-то предлог. Вот они, султан, не повинуется, мы их возьмем и перебьем. А вот не просто так. А не потому, что они небоеспособны, их нельзя их расформировать. Дело не в том, что они люди, а дело в том, что от них надо избавиться и провести реформу. А реформу, исходя из норм шариата, можно провести только так, да? Да, да. Но это же ужас есть. Ну, это так, да, понимаете? Я понимаю. А потом-то реформы проводились очень здраво и мягко. Нет, но мусульманский мир разный. Есть Турция наиболее современная, хотя мы видим, что там происходит сегодня. Увы, и понятно почему, с другой стороны. Поскольку мы там не живем, то мы наблюдаем. Конечно. Вот, а существует какой-нибудь Пакистан, да, который завоевал свою свободу от Индии, и первое мусульманское государство. Ну, да. Вот, но тем не менее, довольно закрытое общество. Ну, вы знаете, да. А есть еще африканское мусульманство, которое совсем средневековое, да? Да как вам сказать, оно такое, я бы сказал, ну, я специально им не занимаюсь, но вот коллеги мне рассказывали то, что я знаю из книг, вот из детских. Оно такое, знаете, изначальное, потому что маргинализированное там, оно накладывается на колоссальную историю политеистических верований, как-то причудливым образом в большинстве стран африканских с этим сочетается и переплетается, и так далее, и тому подобное. Нельзя сказать, что оно глубоко укоренилось в большинстве стран южнее Сахары. А вот, например, в том же Тунисе, когда после обретения стороной независимости стали проводить реформы под эгидой президента первого Хабиба Бургибы, там очень все это здраво, мягко проводилось. Вот он говорил о том, что труд это джихад, вот джихад, как правило, считается... Вот давайте сейчас поговорим об этом слове, это тоже важное понятие, пугающее все. Да, как правило, у нас думают, что джихад это священная война. На самом деле джихад, это значит некое сверху, вот именно, вот прекрасное слово вы мне подсказали, именно труждение. И самый главный джихад, это работа над самим собой, конечно. Далее джихад имущественный. Вот ты себя ломай, ты жадный по своей природе, но ты жертвуй джихад. Будь богат, но будь милостив, как говорят староверы наши. Потому что, вот именно, потому что все от Бога, тебе по большому счету ничего не принадлежит, если ты богат, тебе Бог дал. Поэтому делись при помощи садок и милостыни, при помощи налога регулярного заката, делись с неимущей братьей, попадешь тогда в рай и будешь благоденственен на этом свете тоже. А там тоже, само собой, да, а между прочим, считается, что джихад, как священная война, она была введена и разрешена пророку Мухаммада довольно поздно, когда конфликт с язычниками подошел, да, нужно было воевать. Вот тогда, пожалуйста, джихад меча. А прежде джихада меча не было. И в современном богословии мусульманском считается, что джихад меча должен проводиться тогда, когда на мусульман нападают. А сами они там куда-то идти, там кого-то резать, они не имеют права, это богопротивно. Ну, тем не менее, мы знаем, что 8 век, например, 7 век, это ровно конница арабская, которая завоевала полмира. Да, потому что тогда в мусульманском государстве, в халифате, которым правили аммияды, господствовала мысль о том, что действительно государство должно вести джихад. А потом от этой идеи отказались, понимаете, в первые десятилетия 8 века, да. Так что, видите, все... Уже захватив полмира. Ну, захватит, да, но тем не менее... Надо было этим уже управлять, хватит, надо управлять. Да, действительно, осваивайте, мирно живите и с людьми завоеванными, и с соседями, и так далее. Хорошо. Тем не менее, в мусульманских странах, в котором многим из нас довелось побывать, мы понимаем, что жизнь течет по другому распорядку, по другому расписанию. В чужой монастырь со своим уставом не суются, как известно. Но изучать никто не запрещал, и понимать очень важно. Все-таки, вот я задаю вопрос. Вот есть история благочестивого пророка, есть примеры различных человеческих мыторств, как мы бы сказали, да, когда и сказки есть на эту тему, и исторические свидетельства о том, насколько несправедливы были различные правители, или, наоборот, справедливы, как Харональд Рашид сказочный, который не был связан с реальным Харональд Рашидом совсем. Ну, почти совсем, да. Да, и так далее, и так далее. Есть мифологические истории в сегодняшней жизни. Эта сегодняшняя жизнь руководствуется сложными, невероятно сложными, запутанными, казалось бы, нормами шариата. Как быть, как вы видите дальше? Вот Реза Аслан в своей книге «Нет Бога, кроме Бога» дает даже не столько какие-то предложения, сколько ратует за то, что более открытый и менее воинственный будет, и должна произойти перемена. Но, как мы видим, перемена может произойти только тогда, когда уважаемые улемы, люди, которые руководят духовной жизнью, а на самом деле в общем жизнью всего мусульманского сообщества, их много, их не пять и не десять совсем, и они должны каким-то разительным большинством провести какие-то изменения, правильно? Иначе не происходит ничего. Ну да, но фактически, вот насколько я это понимаю, все же вы правы. С одной стороны, некие советы улемов преднимают решение о введении неких изменений, о введении неких новшеств. Соборов нет. Ну, таких вот вселенских или поместных соборов, каковы и знает христианский мир, в мусульманском мире не было никогда. Но во многих мусульманских странах существуют советы улемов, как правило, при правителе какого-то. Вот это очень характерно, между прочим, для современных стран аравийских, где сохраняется... Саудовская Аравия. Ну, и Саудовская Аравия, там Султана, там А, но Йемен, там трудно сказать, потому что там сейчас... Да, сейчас там, да. Анархия страшная, там в Дненных Арабских Эмиратах, в Кувете и так далее и тому подобное. Вот они могут рекомендовать правителю провести какие-то реформы. Или правителю. Подождите, но мы говорим вообще, в целом, возможно ли какая-то более прилаженность законов шариата к сегодняшнему миру? Или прилаженность, может быть, только к мусульманскому миру, а не к общему миру? Ведь здесь же возникает проблема. У нас христиане не руководят, слава богу, соборы не руководят. Они касаются церковной жизни. Да, они занимаются церковной жизнью. И то договориться не могут часто, как мы знаем. Получается некий дисбаланс сегодняшних возможностей мирового сообщества и идеологии, которые я ни в коем случае не хочу ругать. Я хочу понять, возможно ли это. Вот улемы Катара скажут так, а улемы Турции скажут, нет, мы это не принимаем. Ну что сделать, ничего не попишешь. Значит, получается, что главная проблема исламского мира с нашей точки зрения, не с исламской точки зрения, заключается в том, что не могут договориться. Ну, вы знаете... И новшество проходит очень медленно. Вы знаете, как вам сказать? Ну, существует, например, такая специальная организация, которая занимается проблемой сближения различных религиозно-юридических школ мусульманских, так называемых мазгабов, договариваются, стараются договориться о том, как быть едиными, как единым образом осуществлять некие перемены. Это первое. Второе. Приведу такой пример, к которому я сам был свидетель. В Париже в прошлом году, в декабре, проходил съезд мусульман Европы. В Париже выступал имам соборной мечети города Леона во Франции, который говорил, вот буквально, что нам, мусульманам, оказавшимся в чужеродной среде, нужно максимально к ней приспосабливаться. Мы оказались волею Божию среди иноверующих, среди людей Писания в основном, среди светских людей. Вот нам нужно уважать их обычаи, мы не должны их раздражать. Наша вера при нас, их вера при них. Вот давайте будем хорошими гражданами Франции, оставаясь в то же время мусульманами. Понятно. То есть эта проблема, в общем, сильно тормозится или тормозится исторически? Вы знаете, я бы сказал, что эта проблема, она решается неравномерно в разных странах, в разных средах. Но в той же Европе там есть или были такие проповедники, как Кардавий, который был жуткий фундаменталист. Вернемся к временам пророка и праведных халифов, и все. Хотя он начинал в Египте, из Египта ему пришлось уехать. У нас не хватило, к сожалению, времени поговорить о фундаментализме. Но это тема, тема на целую лекцию еще. И это как раз тоже колоссальная проблема, потому что Европа проходила это. Европа проходила утопические стремления к возврату к раннему христианству. Ничего хорошего из этого не выходило. Ну, с одной стороны, ничего хорошего, а с другой стороны, произошла реформация и в конечном итоге модернизация северной и центральной Европы. Это правда, это правда, но цена была дорогая, невероятная. Ну, а что сделать? То же самое происходит в мусульманском мире. Подобное. Подобное, да. И когда мы смотрим на другого человека, мы должны понимать, что ключевое слово здесь – человек. Человек. Поэтому я советую нашим радиослушателям интересоваться, понимать. Тогда чужое будет понятнее. Оно не станет своим, возможно, и, скорее всего, не станет, но оно станет интереснее. Конечно. И таким образом злоба и неприязнь будут все-таки как-то подавлены почтением и пониманием, что другие люди имеют свое собственное право жить по-другому. Большое спасибо Дмитрию Валентиновичу Микульскому, что вы к нам пришли и говорили об этом. Спасибо вам. Было очень интересно. Спасибо. Спасибо. Факультет ненужных вещей.